Китайская опера «Азорь здесь тихий» по мотивам повести советского и российского писателя Бориса Васильева. Четыре сезона в афише Главного театра Поднебесной, Национального центра исполнительских искусств в Пекине. Повесть «Азорь здесь тихий» опубликована в 69-м. В 72-м появляется первая экранизация – фильм Станислава Ростоцкого, уже известного по картинам «Дело было в Пенькове» и «Доживем до понедельника». Устали? Еще чего! В 2015 году выходит картина Рината Давлетьярова о старшине и пяти девушках-зенитчицах, сразившихся с отрядом немецких диверсантов. В 2005 году китайский режиссер Мао Вейнин вместе со своими российскими коллегами снимает по произведению сериал. 2015 год – премьера одноименной оперы в Пекине. И вот «Азорь здесь тихий» в культурной столице России – Санкт-Петербурге, на сцене легендарного Мэриинского театра. Все внимание к деталям. Установка декорации в процессе. Русские березы в Россию прибыли прямо из Пекина. Кстати, выбрать местом действия унылую осеннюю березовую рощу – это целиком и полностью китайская задумка. В оригинале действие происходит весной. По задумке авторов постановки, «Осенний лес» только усилит лейтмотив увядания жизни – трагическую гибель пяти героинь. Гибель каждой героини трагическая, но смерть Сони Гурвич воспринимается особенно тяжело. Ее убивают двумя ударами ножа в грудь. Она умирает не сразу. Фашисты не ожидали, что этот советский солдат на самом деле молодая девчонка. И нож не сразу проникает в самое сердце. Его как бы задерживает ее грудь. Грудь – символ материнства. Соня Гурвич, как и другие героини повести «О Зоре здесь тихи» – это русская мать, которая могла дать жизнь своим будущим детям. Но она убита. Режиссер Ван Сяоин в прошлом актер, ныне вице-президент Китайского национального театра. В России не впервые. Учился в Москве. Говорит, важно было сохранить русский характер в постановке. За кулисами седой старшина Восков, артист оперного театра Пекина Джан Ян, готовится к выходу на сцену Мариинки. «Эта история, эта повесть, ее прекрасно знают наши отцы, старшее поколение. Молодежь, конечно, не так осведомлена. Но после того, как в 2005 году вышел российско-китайский фильм «О Зоре здесь тихие», после того, как в 2015 году мы поставили эту оперу, сюжет повести зазвучал по-новому, современно. «Дмитрий Хворостовский сыграл в моей жизни очень важную роль. Он повлиял на меня, как на артиста, когда я только начинал изучать оперу. Я пытаюсь в чем-то подражать ему. Я очень большой поклонник его таланта. И теперь, выходя на сцену, играя в этой опере «О Зоре здесь тихие», я вспоминаю Дмитрия Хворостовского». Актеры главного театра Китая российскую премьеру оперы «О Зоре здесь тихие» в Мариинском театре посвятили легендарному российскому артисту. Изумительный, легендарный артист, потрясающий певец, друг мой большой. Очень рада ушел из жизни. В числе первых российских зрителей – народный артист, маэстро Валерий Гергиев. «О Зоре здесь тихие» – первая в Китае опера о Великой Отечественной войне. «Такие спектакли, такие произведения объединяют нас, и русский, и китайский народ. Это миролюбивые народы очень. Вот мы прошли через страшные войны, и никто не хочет, чтобы эти войны когда-нибудь еще повторялись». «Я блокадница, поэтому для меня все это тяжело, военное время вспоминать. Ну, а книга и фильм, который я смотрела, мне очень понравился. Вот сейчас буду знакомиться с постановкой китайской». Большая российская премьера – главная сцена Мариинского 2. В этом зале около двух тысяч мест. И будет аншлаг. 42-й год. Война. Пять молодых девчонок, бойцов Красной армии, во главе со старшиной Восковым, отправляются на задание. Перехватить немецкий отряд, прежде чем он доберется до железной дороги. Задание, с которого не вернется ни одно. «Роль Риты Осяниной – это моя роль, ведь я тоже мать, как и она. Моему ребенку был только годик, когда я приступала к работе над этой ролью. По сюжету Рита каждую ночь сбегает из казармы, чтобы увидеться со своим сыном Альбертом. Это очень трогательно. И другой момент. Одна из героинь перед смертью произносит «Мамочка, я всегда плачу, когда пересматриваю фильм или перечитываю книгу. И всегда потом плачу весь день». Постановку готовили на протяжении года и представили китайским театралам к 70-летию победы над фашизмом. В России китайские артисты сыграли в постановке вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра. «Наш оркестр, китайский дирижер. То есть тут вот действительно такой синтез китайского и русского. И вдруг оказывается... Я, кстати, в Центре китайского искусства в Пекине видел статую этих девушек. Лиза Бричкина, Женьки Камельковой. Вот все эти девчонки там стоят. И, конечно, это очень сближает наши народы. И это действительно очень важный и очень правильный выбор литературного материала». «Мы надеемся, что сотрудничество России и Китая в области искусства и культуры поможет укрепить отношения между двумя народами. Ведь дружба наших стран – это не пустые слова, это то, что отзывается в сердцах обычных людей». Гастроли главного музыкального театра Китая в России прошли в рамках фестиваля китайской культуры в год регионального сотрудничества двух стран. Дирижер Лю Цзя работал с итальянским, шведским оркестрами, с российскими музыкантами. Работал впервые. «Мы представляем нашу оперу здесь, но я сам не так давно смотрел выступления маэстро Георгиева. Я был в качестве обычного зрителя, слушателя. Российские артисты действительно великолепны. Они так бережно и так тщательно подходят к музыке. Я уважаю российских музыкантов, певцов. Они большие энтузиасты своего дела. А русская аудитория – это фантастика». Традиционный европейский стиль, русский дух, советские мелодии военных лет и китайский колорит. То, что может показаться не из той оперы, в этом произведении гармонично сочетается, чтобы создать музыкальный язык той самой оперы. А зори здесь тихие.